Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 декабря. Житие святого Петра, митрополита Киевского и всея России. Святой Петр, митрополит Киевский и всея России, родился в земле Волынской от благочестивых христианских родителей. Когда он был еще в утробе матери, на рассвете одного воскресного дня, мать его видела такое видение. Ей представилось, будто она держит на руках своих агнца, посреди рогов которого выросло густолиственное дерево, имеющее множество плодов и цветов. Посреди ветвей его было множество свечей, светящих и издающих благоухание. Проснувшись, мать недоумевала о чудном видении, но впоследствии Господь оправдал видение, обогатив своими дарами ее сына. Семи лет от рождения святой Петр был отдан в обучение Божественного Писания, но сначала он учился плохо, о чем немало печалились родители его. Это же было ради того, чтобы он более от Бога, нежели от людей, получил книжную премудрость. И действительно, святой Петр получил ее таким образом. Однажды он увидел во сне, что к нему пришел некий муж в святительских одеждах и сказал ему, «Чада, отверзи уста твои». Когда Петр сделал это, явившийся, прикоснулся правой рукой к языку его и, благословив его, исполнил сладость и гортань его. Проснувшись, отрок никого не видел, но только ощутил сердце в своем, как бы некую сладость и веселье. С этого времени святой Петр стал быстро понимать, чему учил его наставник. В скором времени он изучил все Священное Писание и превзошел в учении всех сверстников. Когда Петру исполнилось 12 лет, он ушел в близкий к месту его рождения монастырь и принят был в число братья. Там нес он монастырские послушания, носил в поварню до воду и дрова, мыл братья и влосяницы и ни зимой, ни летом нисколько не оставлял своего правила. Прежде всех приходил он к церковной службе и уходил последним. В церкви стоял с благоговением, прилежно слушая Божественное Писание, никогда не прислоняясь к стене. Наставнику своему всегда оказывал послушание и с готовностью услужил братья и в смирении и молчании. По воле настоятеля он был произведен в водеякона, потом его пресвитера. Научился он писать и святые иконы, и когда писал, всем умом и мыслью удалялся от земного и, исполняясь богомыслия, ревностно стремился к добродетельному житию. После довольно продолжительного пребывания в том монастыре по благословению настоятеля, святой Петр удалился в одно пустынное место и устроил себе обитель при реке Рати. Здесь построил он церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа, и в короткое время собралось к нему сюда много братьев. Святой был добр и не злобив, и считал себя самым последним из всех. Получал всех скротость и усердно подавал милостыню, никогда не отпуская без помощи просящего, нищего и странника. Так что слух о его добродетельном житии дошел до князя. Поэтому Семеон был почитаем, и все принимали от него слово наставления. В то время прибыл на Руси из Константинополя митрополит Максим, получая народ богопреданному учению Максим Грек. Управлял русской церковью с 1283 по 1334 год. Явившись к нему со своей братьей для получения благословения, святой Петр поднес ему икону Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, который сам написал. Святитель же Божий благословил его и братья и принял святую икону, берег ее у себя в великой чести. Спустя немного времени, когда представился святитель Максим, некто Геронтий дерзнул восхитить святительство, взять святительскую одежду, ризницу и пасторский жезу, а также и ту икону, которую написал Петр, и поднес святителю Максиму и отправился в Константинополь, желая сделать русским митрополитом. Когда князь страны Волынской стал предлагать Боженному Петру, то сам просят, устраняя через Бояр, идти в Константинополь для посвящения на престол киевской митрополии, ибо Геронтий никто не сочувствовал за его дерзость, каково и он без совета и избрания поспешил восхитить святительский сан, не дверьми входя, но перевел Азия-Инди. Блаженный же Петр долго не хотел и отказывался, но, наконец, будучи упрошен князем, боярами и собором святителей, отправился, а князь послал о нем послание к святейшему патриарху и ко всему его собору, высказывая желание видеть Петра на святительском престоле. Когда Геронтий отправился по морю в Константинополь, плавание для него оказалось неблагоприятным. Поднялась сильная буря, противные ветры и волны, так что он на пути замедлил немало времени. Для блаженного же Петра был на том же море, тихий попутный ветер, и он точно во сне переплыл в море. В то же время Геронтию явилось в видении вышеупомянутой иконы Пресвятой Владычицы, которая сказала ему, «Напрасно ты, старец, трудишься, ибо не достанется тебе святительский сан, которого ты ищешь. Но тот, который написал меня, радский игумен Петр, служитель сына моего и Бога, и мой, будет возведен на престол святительский, и право упасет людей своих, за которых Сын мой Христос Господь пролил кровь свою, от меня воспринятую, и богоугодно пожив в старости доброй, с радостью отойдет к владыке всех». Геронти в страхе проснулся и поведал всем о видении. Наконец, Святой Петр достиг Константинополя. Патриарх Константинопольский был тогда Афанасий, муж дивный, украшавший своими добродетелями престол Вселенский. С 1303 по 1311 год. Когда Петр пришел к патриарху, храм наполнился благоуханием. Просвещенный свыше патриарх уразумел, что такое благоухание было ради пришествия Петра, и с радостью благословил его. Затем, узнав о причине его прибытия, патриарх созвал собор святителей, и они ученили обычное рассмотрение дела. Петр был признан достойным святительского сана, будучи предузнан к всему прежде своего рождения. Итак, патриарх во время совершения божественной службы посвятил всего дивного Петра на святительское служение. В 1308 году, на третий год после кончины митрополита Максима, при этом лицо угодника Божия во время посвящения так просияло, что все дивились и говорили, воистину человек сей пришел к нам по повелению Божию. И все исполнились духовной радости. Спустя несколько дней прибыл в Константинополь и Геронтий, и хотя и против воли, рассказал обо всем, что с ним случилось. Патриарх же, взяв у него святительские одежды, честную икону, пастырский жезл, церковный утварь, все отдал в руки истинному пастырю Петру. Затем святейший патриарх, достаточно наставив в течение многих дней святого и блаженного Петра и благословив его, с честью отпустил из Константинополя. Святой Петр, прибыв в свою митрополию, преподал всем мир и благословение и прилежно получал врученное ему Богом стадо, переходя с одного места на другое. Но лукавый враг не вытерпел всего и измыслил против святого Петра козни, внушив некоторым не признавать его святителем. Впрочем, из таковых потом многие раскаялись, приняли святителя и, покорившись ему, получили от него прощение. Спустя некоторое время лукавый враг возбудил зависть к святому Петру в Андрее, епископе Тверском, который, не обуздывая языка своего, стал распространять о праведнике ложные изветы и написал много ложных и хульных слов, послал к святейшему патриарху Афанасию. Удивился патриарх и счел это невероятным, однако послал одного из церковных клириков в землю русскую. И тогда создан был собор в городе Переиславле. На соборе там присутствовали епископ Ростовский Симеон, преподобный Прохор, игумен Печерский, князья, бояре, священники, иноки и великое множество других. Когда признан был на собор тверский епископ Андрей, стали расследовать дело, и когда выступили против Петра лжесвидетели, произошло великое смятение. Виновник зла не утаился, но перед всеми был обнаружен. Злоба и клевета Андрея были облечены, и лживый клеветник перед всеми был посрамлен и унижен. Святой же Петр не сделал ему никакого зла, но простил и, довольно всех поучив, отпустил с мирным, с миром собор. Сам же прилагал к трудам труды, умножая во сто данный ему талант, и являясь отцом для сирот. В то время появился некоторый еретик Сиит, который проповедовал противное в церкви Христовой православной вере учение. Святитель Божий предал его отлучению, и злонравный еретик погиб вскоре злой смертью. После всего угодник Божий Петр прибыл в славный город Москву, которая в то время находилась во владении благоверного великого князя Иоанна Даниловича, украшенного всякими добродетелями, милостивого к нищим и духовенству, любившего храмы и прилежавшего к священным книгам. Святитель очень полюбил его и начал жить в том городе больше, чем в иных местах. Здесь, разумеется, великий князь московский Иоанн Данилович Калита, внук святого Александра Невского, сын святого Даниила, основателя московского княжества. Княжил с 1328 по 1340 год. Назван был Калитой потому, что, отличаясь любовью к нищим, постоянно носил с собой для раздачи им Калиту, мешок с деньгами. Советовал он благоверному князю построить в Москве каменную церковь во имя Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, так убеждая его, «Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой Богородицы, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен. Святители поживут в нем, и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут». Послушав совета святителя, князь начал заботиться о построении церкви. Когда церковь была заложена, ежедневно происходили работы по ее постройке, и сам святитель наблюдал, чтобы дело непрерывно подвигалось вперед. Не за долгодоблаженной кончины святителя Петра князь Иоанн Данилович видел следующий сон. Ему представилась высокая гора, вершина коей была покрыта снегом. И вот внезапно снег растаял и исчез. Когда князь пересказал святителю поразивший его сон, святый сказал, «Высокая гора ты, князь, а снег я смиренный, который скоро должен отойти из всей жизни в жизнь вечную». Проведив по божественному откровению свою близкую кончину, святитель Божий сам своими руками устроил себе гробницу близ жертвенника в созидаемом храме Пресвятой Богородицы. И когда гробница была готова, снова было ему от Бога откровение о кончине. Испомнившись радости, святитель пошел в церковь и совершил божественную службу, помолившись за всех православных царей и князей, за своего духовного сына, благочестивого князя Иоанна, и за всех благочестивых христиан земли русской. Затем он сотворил поминовения почивших и причастился святых тайн. Возвратившись из церкви, он призвал весь притч, и преподав по обыкновению наставления, отпустил их. В то время он раздавал много милости нищим и убогим, церквам, монастырям и духовенству. Между тем он быстро ослабевал телом. Когда настал день кончины его, святой призвал к себе Тысяцкого, Вильяминова, управлявшего тогда городом, так как самого князя в то время в городе не было, и сказал ему, «Вот чадо! Я отхожу от жития сего, сыну же моему, возлюбленному князю Иоанну, и его потомству, навек оставляю милость и мир и благословение Божие». Затем, сделав и другие распоряжения, святой Петр вручил ему мешок с деньгами для того, чтобы докончить постройку церкви. Преподав всем мир, он начал петь вечерню, и когда молитва была еще в устах его, и сам он воздел руки к Богу, душа его отошла ко Господу. Святой митрополит Петр скончался 21 декабря 1326 года. Князь, услышав о представлении святителя в печали, поспешился с всеми боярами в город. Весь народ плакал и скорбел о его представлении. Положив на одре честное тело его, понесли его по обычаю к церкви. В то время некоторый человек, одержимый неверием, подошел среди православного народа к телу святителя, и в мыслях своих стал творить ему поношение. Думал, кто этот мертвец, которого провожает сам князь, и столько народа, и почему воздается ему такая почесть? Когда он подумал это, тотчас увидел святителя сидящим на одре и благословляющим на обе стороны народ во все время, пока не был принесен к гробнице. Тогда уверовал человек тот в святость угодника Божия и рассказал народу о виденном. Принесшие святые мощи Петра во храм, положили их в приготовленной самим им каменной гробнице, где и до ныне они почивают, источая различные чудеса с верой, притекающим к ним. Некоторый юноша от рождения имел расслабленные и совершенно неподвижные руки, так что не мог их поднести к кустам. Он пришел к гробнице этого святителя, молясь со слезами, и тотчас руки его укрепились и стали здоровы. Также одного скорченного святой исцелил и даровал слух глухому. А одному бывшему много лет слепым, когда он пришел и помолился, внезапно отверст очи. Много и иных благодеяний и до ныне чудодейственно источается с верой приходящим к честной раке святителя Петра. В честь и славу строится славимому Богу во веки веков, аминь. Богу нашему слава во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.